Открыл медальный счет Кубка мира дуэт Богданова и Медведева. Россияне завоевали серебро в заезде двухместных экипажей. Свой успех на домашней трассе спортсмены объясняют просто. Надо ездить ровно, стабильно и стараться быстро. Остальное все придет. Напомню, на чемпионате мира в Кёнигзее в конце января в своей дисциплине ребята заняли только шестое место. Ребята молодые, перспективные, очень сильные спортсмены. Будем надеяться, что они в дальнейшем будут расти и улучшать свои результаты. И уже к Олимпиаде Чиньонге мы сможем создать большую конкуренцию нашим иностранным товарищам. Во время тренировок на сочинской трассе иностранные делегации успели сделать всего шесть заездов, в отличие от 20 тренировочных на мировом первенстве. Поэтому привыкнуть, говорят, успели не все. Однако спортсменам из Германии, действующим чемпионам мира, хватило и этого, чтобы победить. В первом заезде были небольшие помарки, которые замедлили движение. Второй заезд был намного лучше. У нас хорошее время 49,9, и мы по-настоящему счастливы, что стали в итоге первыми. Буквально через несколько часов после финиша двоек призер чемпионатов мира Татьяна Иванова в одиночном заезде принесла своей сборной долгожданную золотую медаль. Еще одна награда – серебро на счету Виктории Демченко. Это дочь знаменитого саночника Альберта Демченко, сейчас главного тренера сборной. Видимо, родные стены все-таки и правда помогают. Сегодня мы находимся на старте. Очень здорово, что практически по всем видам спорта, зимним видам спорта, у нас в городе сегодня есть спортивные школы. Либо федерального уровня, либо краевого уровня, либо городского уровня. И это дает возможность нашим сочинцам готовить себя. Так что, возможно, очень скоро среди победителей в зимних видах спорта будут звучать имена сочинских воспитанников. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».